Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема не перестает быть насущной, что делать с рублем, что происходит в настоящий момент. Читаю все ваши комментарии, вижу, да, то есть говорят, что Максим, куда тебя не в ту степь понесло, лучше расскажи, что будет с рублем, акциями и недвижимостью. Ну давайте будем тогда на этот запрос отвечать, раз у вас это и сейчас является самой насущной проблемой. Итак, смотрите обязательно до конца дальной ролик. Если вы хотите узнать мое мнение, что же делать с рублем, что я делаю с рублем, какие инструменты, наверное, в настоящий момент наиболее интересны. Неоднократно говорили, что на рубль влияет два фактора, то есть две группы факторов. То есть первая группа факторов это глобальный валютный рынок, что происходит глобально с мировыми валютами, что происходит глобально с мировой экономикой, что происходит глобально с процентными ставками. И второй момент есть отдельная российская история, да, то есть что происходит с платежным балансом внутри России, что происходит с эмиссией денег в России, увеличивается денежная масса, не увеличивается. Если она увеличивается, то каким образом она стерилизуется или нет. То есть фактически влияет ли увеличение денежной массы в России на инфляцию, потому что инфляция обесценивает наше накопление. Итак, давайте по первой группе факторов внешнеэкономических, что мы наблюдаем в настоящий момент. В настоящий момент мы видим, что глобальная экономика начинает сползать в рецессию. Многие фундаментальные индикаторы, которые предсказывают рецессию, сигнализируют о том, что экономика замедляется, что экономика производит меньше товаров и услуг, и потребительская активность снижается. Причиной тому опять-таки является глобальная инфляция. То есть те меры, которые были проведены мировыми центральными банками в период пандемии, по сути бесконтрольная эмиссия денежных средств привела к тому, что начала разгоняться инфляция. В этой глобальной инфляции есть факторы переменные, есть факторы постоянные. То есть сейчас из-за того, что инфляция достигла высоких значений, исторически высоких значений, центральные банки вынуждены на это реагировать. Центральные банки реагируют путем повышения процентной ставки и удорожания денег. И это приводит к тому, что кто первый повысил, кто более агрессивно повысил, и та валюта укрепляется. Что мы в принципе и видим, что в 2022 году с начала года доллар прибавил порядка 18-20% в корзине мировых валют. Почему это происходит? Потому что Центральный банк Америки, Федеральная резервная система, самая первая пошла по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Повышать процентную ставку, сокращать активы на балансе. В ответ за Америкой, ну то есть исторически каким это происходит, первая действует Америка, за ней, как правило, действует Банк Англии, за Банком Англии действует Европейский Центробанк, за Европейским Центробанком, не знаю, сложно, наверное, сказать, что действует, в принципе, смотрят, наблюдают Банки Японии. И потом, соответственно, как я тоже вот приводил пример, что денежная масса это как некий такой тягучий мед, да, когда у вас происходит или смягчение денежно-кредитной политики или ее ужесточение, это не происходит, мгновенно на экономике сказывается, а это постепенно, как бы, эти меры стимулирования или ужесточения, они имеют определенный длительный эффект, да, то есть они начинают проникать непосредственно в экономику через банки, через дилеров, через потребителей. Что мы наблюдаем в настоящий момент? В настоящий момент наблюдается то, что Америка повысила процентные ставки, мало того, ожидается повышение процентных ставок до 4,75-5,25 в следующие 1-2 месяца. К чему это, опять-таки, может привести? Это может привести, что доллар может еще подрасти, потому что доходность инструментов, номинированных в долларах, в первую очередь инструментов денежного рынка, облигаций, она становится привлекательной. И поэтому активы развивающихся рынков продают, в том числе российские. К чему это приводит? Что активы продают, получают локальную валюту и на эту локальную валюту покупают доллары. Поэтому доллар еще может в пределах 5% укрепиться в корзине мировых валют. Я говорю про это. Это касается фундаментальных макроэкономических факторов глобальной экономики. Экономика при этом замедляется. И поэтому, когда люди ожидают повышения инфляции, то нужно понимать, что на инфляцию влияет очень много факторов, на глобальную мировую инфляцию. Это и стоимость энергоресурсов, стоимость продуктов питания, рост заработной платы, рост процентных ставок и замедление мировой экономики, в том числе в 2023 году, скажется на том, что и инфляция тоже будет замедляться. Экономика будет сваливаться в более глубокую рецессию. Замедление инфляции и рецессионные показатели экономики приведут к тому, что, скорее всего, мировые центральные банки задумываются об обратной истории, о смягчении денежно-кредитной политики. Что происходит в России? Что происходит непосредственно с рублем уже внутри российской экономики? Происходит следующее. То есть, во-первых, у нас по-прежнему есть проблемы с логистическими поставками. То есть, часто люди задаются вопросом, почему импортные товары, несмотря на то, что рубль укрепился, а доллар упал, почему не происходит падение цен на импортные товары? Причиной тому, опять-таки, является факт того, что какие-то товары просто не поставляются. Раз. Те, которые поставляются, они поставляются через очень длинные логистические цепочки. И мало того, сейчас страны, которые ввели санкции в отношении России, особенно на поставку продукции определенной, поставку услуг, они начинают заявлять и в отношении Китая, и в отношении Индии, в отношении всех остальных стран, которые продолжают торговать с Россией, которые являются торговыми партнерами. Ребят, а-та-та, если вы будете поддерживать по-прежнему Россию, и то, что мы поставляем официально вам, вы будете потом перенаправлять в Россию, то мы вам не будем или поставлять, или вы подвергнетесь вторичным санкциям. То есть, на компании, которые этим занимаются, будут наложены санкции. Это приводит к увеличению количества логистических цепочек, чтобы, скажем так, запутать страны, чтобы уменьшить контроль, чтобы отследить элементы поставки. Только из-за того, что у вас увеличивается логистическое плечо, количество стран, через которые проходит товар, физически или нефизически, или даже номинально, это приводит к тому, что растут издержки, логистические в первую очередь, а это, в свою очередь, приводит к тому, что цены на импортные товары или остаются на тех же самых значениях, или даже непосредственно растут. Вообще, отвечая на вопрос, что происходит с рублем, возникает такой закономерный вопрос, вы зачем этот вопрос задаете? Вы что, хотите спекулировать? Вы хотите купить какую-то альтернативную валюту? В этом случае я говорю, что рубль, доллар, евро, юань, все это является средствами платежа. Все это является средствами платежа. И поэтому, наверное, не стоит вопрос, в какую валюту переложиться, чтобы чувствовать себя более спокойно. Объясню, почему у меня такой вывод. То есть, заблуждение считать, вот такое мнение ходит, что нужно инвестировать в какую-то стабильную валюту, в доллар, в евро, в швейцарский франк. Смысл в том, что сейчас уровень долга очень высокий, что нет доверия к эмиссионным центрам, которые печатают валюту, ни к европейскому центробанку, ни к американскому центральному банку. То есть, валюту могут напечатать столько, сколько захотят. Сейчас высокие риски, связанные с тем, что на горизонте в 12-24 месяца опять продолжится, Виктор Степанович Черномырин говорил, никогда такого не было, и вот опять. То есть, скорее всего, эта фраза будет актуальна, наверное, через 12-24 месяца, когда снова центральные банки перейдут к смещению денежно-кредитной политики, снижению процентных ставок, снова печатать будут свои валюты и говорить о том, что находиться в долларах сейчас это более стабильно, чем находиться в рубле, я бы не стал. Мало того, у нас сейчас возникают существенные риски по хранению валюты, потому что банки практически подвержены санкции, что могут вообще, в принципе, Россия сучить от свифта. Значит, корреспондентских счетов российских банков не будет, за исключением тех, которые обслуживают экспортные потоки. То есть, это будут крупные юридические лица, экспортеры, которые экспортируют и получают расчеты в валюте. А физическим лицам, соответственно, банки, которые работают преимущественно с физическими лицами, будут им закрыты доступы к свифту. Вы с этой валюты на банковском счете ничего не сможете сделать. С валюты на брокерском счете ничего не сможете сделать. И здесь стоит вопрос по исключительному наличию наличной валюты, которая при прочих равных условиях, опять-таки, кому будет нужна. И тогда ответ находится в плоскости. Диверсификацию никто не отменял. То есть, для меня сейчас, наверное, самая неприемлемая валюта для хранения подушки безопасности является евро. Причиной тому является очень большой разрыв между инфляцией, которая есть в еврозоне, и текущей процентной ставки европейского центробанка. Инфляция высокая, процентная ставка низкая. То есть, ее будут повышать и, возможно, достаточно агрессивно. И евро может еще сильнее упасть, поэтому евро неинтересно. Какое-то время интересен доллар. Опять-таки, наверное, буквально до первого квартала 2023 года. После чего часть средств можно переводить в китайский юань. Потому что там Син Цзиньпинь утвердили. Политика партии непосредственно продолжается, поэтому юань будет в приоритете. Третий момент, если говорить о том, что же делать непосредственно с рублями, по-прежнему в настоящий момент очень интересным объектом для инвестиций является золото. Форма реализации, как вы будете зарабатывать на золоте, остается на ваше усмотрение. Для меня это два основных инвестиционных инструмента. То есть, первый инструмент – это фонд ВТБ на физическое золото, паи фонда, которого обеспечены реальным физическим золотом, который хранится на территории России. Второе – это физическая покупка драгоценных монет. Почему для меня сейчас в настоящий момент это интересно? Потому что, во-первых, золото относительно недорого стоит. И когда американский центральный банк, Федеральная резервная система, перейдет к смещению денежно-кредитной политики, золото будет расти. Во-первых, привлекательная сама по себе цена золота в текущий момент. Второе – из-за того, что курс рубля сейчас к доллару достаточно интересный, то получается, что вы рубли размещаете в долларовой проксе. Потому что цена на золото привязана к доллару, рассчитывается в долларах и просто пересчитывается по курсу. Поэтому, наверное, ответ на вопрос, что происходит в настоящий момент с рублем, заключается именно в этой плоскости. То есть мы находимся в периоде, в таком переходном периоде. То есть мировая экономика сейчас переходит из стадии охлаждения в стадию экономического нокдауна. Некомфортно, неприятно, неудобно. Но это диверсифицированный портфель по-прежнему, если говорить о процентном соотнесении, это 50 на 50 доллара рубли. Опять-таки, долларовая экспозиция, непрямая покупка долларов и хранение где-то на банковском счете, а именно экспозиция через золото, потому что можно говорить о том, что ФРС прекратит повышать процентную ставку в первом квартале 2023 года, после чего возьмет какую-то паузу и после этого начнется смягчение, что приведет к росту золота. И таким образом можно получить, если не хранить деньги в физическом долларе, а хранить в физическом золоте. Друзья, если вы хотите выработать собственную стратегию, каким образом реагировать на изменяющуюся текущую ситуацию, в мировой экономике, каким образом управлять своим собственным капиталом, я предлагаю вам пронять участие в бесплатном мастер-классе, который называется «Инвестиции в эпоху перемен». То есть на данном мастер-классе вы поймете для себя, каким образом меняются активы в период кризиса, какие обеспечивают рост и сохранение капитала, какие приводят к убыткам, каким образом вы можете собственные капиталы распределить в настоящий момент, для того, чтобы спать спокойно и использовать возможности, использовать эту непростую турбулентность, когда люди совершают иррациональные действия под воздействием каких-то эмоций, себе в облако сохранять и приумножать капитал. Ссылка на данный мастер-класс находится под данным видео. Проходите, буду рад встретиться вживую, пообщаться и ответить на ваши вопросы. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok